Жители многоэтажки на улице Безменского, 16, возмущены. Вплотную к их дому примыкает двухэтажная постройка. Раньше там располагался магазин. Люди рассказывают, что в сентябре этого года там начались строительные работы, которые мешают им спокойно жить. Строят здесь с размахом. До позднего вечера, жалуются жители. Несколько раз даже полицию вызывали, чтобы прекратить шум. Кроме того, за время строительства возвели и третий этаж, крыша которого теперь заходит на территорию жилого дома и практически упирается в окна квартир. Сейчас у нас крыша около окна. Крыша от окна 10 сантиметров, 15. Сверлят прямо в стену к нам. И темень у нас становится. Мало того, у меня на третьем этаже темно стало. А теперь еще второй и первый этаж у нас вообще. Есть ли разрешение на строительные работы, спрашиваем у рабочих. Но они разговаривать, видимо, не хотят. А кто-то, вот есть из вас старший, у кого есть разрешение на руках на ведение строительства? Да, третий этаж от Нимы, это собственник у здания. То есть у вас как бы, да, вы сейчас делаете какие работы? Второй, да, сколько делаете? Только первый, второй? Мне сказали не представляться вам. Мне звонил директор, сказал не представляться. Понятно. Как с директором можно связаться? Не могу вам сказать. Люди поняли, что рядом с ними скоро появится сетевой магазин. Вроде бы радоваться, но от новой крыши пристройки людям стало темно, от работ под окном шумно, а еще и огромные машины разгружают прямо под окнами. Теперь, чтобы попасть на остановку, приходится нарезать круги. Вот смотрите, стоит грузовик. Тут раньше были маленькие машинки, газели. Как-то можно было пройти немножко и поменьше. А тут будет каждый день по несколько штук вот таких здоровенных. И как вот так кругами ноги ломать. Жители дома не сидели сложа руки. Обращались в городскую областную администрацию, даже в госстройнадзор, объясняя, что не согласны жить в таких условиях. Просили разобраться с застройщиком и собственником здания. Кто же нарушает? Земельные участки у нас с ним разные. Потом здания разные. Но почему-то крыша данной постройки висит на нашем доме и вплотную пределу к нему. Мы писали во всей станции. Нам говорят, что разрешения нет, что это незаконно данное строительство. Но почему-то никто ничего не делает. Все продолжается. Штрафом присудили за административные нарушения. Ну и на этом дело закончилось. То есть как бы дальнейшего действия мы не видим. Люди рассказали нам, что неоднократно общались с человеком по имени Руслан, который является представителем собственника здания 14-депо Безменского. Он якобы сначала обещал жителям, что стройка по соседству их не побеспокоит, а крышу третьего этажа скоро разберут. Но теперь... Руслан уже убегает и говорит мне, да, я говорю, ну вы же без разрешения, мы его требовали в первый день, принеси разрешение. Он будет вам разрешение? Оказывается, разрешения вообще и не было. И он говорит мне, вот недавно, недели две назад сказал, а мне теперь разрешение не надо. Я буду заканивать третий этаж. Что у нас за страна такая? Я вот просто... Я не понимаю. Связаться с Русланом по телефону и прояснить ситуацию в течение дня нам не удалось. В управкомпании, обслуживающей многоэтажку, сообщили, что также обращались во все инстанции и к собственнику здания за разъяснением. Но на диалог он не идет. Вероятно, хочет застроиться, а потом уже через суд узаконить постройку. Получается, на права жителей, примыкающего дома, ему наплевать? Я считаю, что здесь и наше, как управляющая компания, нарушено право в плане каком. Мы не можем уже... А если швы потекут, то есть мы же обязаны обслуживать этот дом. А получается так, что, согласно проекту, там же только два этажа, да, то есть швы, предположим, потекли или панели. Мы уже не сможем подойти к дому и исполнять свои функции надлежащим образом. Как пояснили нам в инспекции госстройнадзора, обращение людей там действительно рассмотрели. И застройщик, ведущий работы, был оштрафован. Нами было выдано предписание застройщику, чтобы он приостановил работы до получения соответствующего разрешения. У него по законодательству есть право пройти экспертизу, проектной документации, которой у него на тот момент не было, и получить разрешение на строительство. По закону срок на исполнение предписания и получение разрешения пока не истёк. Как только он выйдет, инспекция снова выйдет с проверкой на место строительства. Сейчас жители управкомпании общаются с юристами. Они готовы судиться, если по-другому их не услышат. Маргарита Махрова, Александр Мажаров, 6 канал.